Тем временем резиденты Академпарка запускают приложение для автовладельцев. Оно показывает наличие свободных мест на парковке и даже подсказывает, подойдут ли они машине по габаритам. Данные система берет с камер видеонаблюдения на жилых домах, магазинах, бизнес-центрах. Легко ли раздобыть такие данные онлайн? И не приведет ли программа к столпотворению пустых парковочных карманов, выяснила Мария Черешня. Могу приблизить и посмотреть, что вот, например, он нашел место в этой парковке. Зеленый прямоугольник гарантирует, машина поместится. Если периметр горит красным, там может быть слишком тесно. Пока габариты автомобиля программа угадывает, но после, когда разработчики доведут ее до совершенства, будет точно знать параметры каждой модели. Автор идеи Роман Кусков – заядлый автомобилист. Идею создать такое приложение вынашивал давно. Подкладываться очень трудно, особенно в каких-то центральных местах, где много людей. Например, взять любой бизнес-центр, тоже один парк, рабочее время сюда приехать – это большая проблема. Там приходится закладывать отдельное время для того, чтобы найти место. Идея приложения в том, чтобы не тратить те же 15-20 минут на поиск места, а всего лишь вбить адрес программу в два клика. Информация о том, где поблизости есть свободные места, передается онлайн с камер видеонаблюдения, установленных на домах. Уникальность приложения как раз в этом. Подобные программы ориентируются на датчики автомобилей и смартфонов. Это зачастую дает сбой. Здесь возможные ошибки уже просчитали. Например, если место только что заняли, система начнет альтернативный поиск. Оно будет распределять потоки. Мы не будем одно и то же место показывать всем. Мы будем знать, что это мы показываем одному, это другому. И если там слишком много людей, то мы будем пытаться распределять и искать места уже дальше. Мы убираем лишний трафик с улиц города. По исследованиям, довольно много автомобилей ездит по центральным, особенно загруженным улицам, только для того, чтобы найти место для парковки. Фрипарк, так называется приложение, пока работает в тестовом режиме. Охватывает лишь микрорайон шлюзы. К концу года покроет советский район, дальше весь город. С технической точки зрения приложение уже работает. Дело за данными видеокамер. Сейчас разработчики ведут переговоры с их владельцами – мэрией, управляющими компаниями и руководством бизнес-центров. Договориться с людьми оказалось сложнее, чем писать программу. Мария Черешнева, Александр Ведерников. Новости ОТС.